Это актуальное интервью. Здравствуйте. В нашей студии первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Александр Юрьевич Бударин. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Добрый вечер. Сегодня много говорится о том, что в экономике Российской Федерации непростые времена. А как вы можете оценить текущую ситуацию в Орловской области? Мы действительно живем не самое простое экономическое время. Действительно, экономика, мировая экономика переживает период такой турбулентности, что называется. Вместе с тем, у нас нет повода для таких алармических или настроений уж слишком пессимистических. Мы сегодня завершили подведение итогов прошлого года. Сегодня все наши подразделения практически отчитались о работе в прошлом году. И сегодня можно сказать, что экономика Орловской области в основном кризисные явления переживает достаточно уверенно. У нас 210 миллиардов, мы уже говорили, произведено в прошлом году валово-регионального продукта. У нас практически рост промышленный, если говорить в текущих ценах. И наша промышленность сработала нормально, если говорить в сопоставимых ценах к прошлому году. То есть примерно стоя один десяток процента по итогам года. Вместе с тем, уже сегодня видны тенденции, что ряд предприятий не просто приспособились к новым рыночным условиям, но и научились в этих рыночных условиях интенсивно развиваться. Какие предприятия можете особо отметить? Ну, в первую очередь, лидером нашим является предприятие «Заутое Таврида Электрик», которое 220% дает относительно выпуска продукции прошлого года. Это лидеры нашей индустрии «Лив Гидромарш», это «Протон», это «Протон Электротекс». Это, я боюсь, что кого-нибудь забуду, но это целый ряд предприятий, которые дают показатели от 110 до 150% роста по отношению к предыдущему году. Есть предприятия, которые работают хуже? Есть. Но там, где мы видим эффективный менеджмент, там, где мы видим эффективную и интересную работу на рынке, то свой результат появляется и появляется достаточно яркий. Могу сказать, что первые предприятия, которые я назвал, они же являются и лидерами по инвестициям в основной капитал, а попросту говоря, в обновлении своей производственной базы. Первым сегодня в планах на 2017 год выступает «Лив Гидромарш», который запланировал 2,6 миллиарда вложить в основное производство. Вы знаете, там целая линейка новых насосов. Да, предприятия намереваются продолжать свой инвестиционный проект. Значит, «Керама Марацци», который тоже успешно проработал в 2016 году и рассчитывает почти 2,5 миллиарда вложить в 2017 году в свое развитие. «Протон Электротекс» почти миллиард рублей готов вложить в обновление своей производственной базы с тем, чтобы оставаться в лидерах в своем сегменте. В целом 54 миллиарда рублей вложили предприятия в реновацию своих основных фондов в течение 2016 года. Думаю, что такие же цифры, сопоставимые, мы увидим и в течение 2017 года. Это позволяет ряду предприятий уверенно держаться в своих рыночных нишах и формировать новые развивающиеся производства, которые параллельно и создают новые рабочие места. Поэтому, если мы говорим, что предприятие в целом, промышленность, оказалась на уровне прошлого года в сопоставимых ценах, чуть-чуть обгоняет в текущих ценах, понятно, что инфляция дает свой отпечаток, но в целом мы говорим, что произошла диверсификация внутри самих предприятий и многие из них использовали, как говорят прагматики, что кризис – это время для развития. Вот мы можем сказать, что ряд наших предприятий этой формулой воспользовали. Ну, конечно же, в Орловском регионе свою лепту, свою роль сыграли разного рода формы поддержки. Бизнеса, предприятия, какие можете особо отместить? Вы знаете, у нас заработал инвестиционный контракт, это впервые в истории, я думаю, и в стране. У нас один из первых опытов работы, когда Министерство промышленности и торговли предоставило инвестиционный контракт ряду наших предприятий. Это значительные деньги, это сотни миллиардов рублей. Это различные иные формы поддержки, которыми сегодня пользуются наши предприятия. Большое развитие получило предприятие малого и среднего бизнеса. Сегодня у нас 9300, около 9500 предприятий малого бизнеса и 16500 примерно участников рынка. Это речь идет об индивидуальных предпринимателях, которые сегодня работают в рамках патентной системы налогообложения. Вы смотрите, если предприятие минимум 3 человека, плюс 16 тысяч индивидуальных предприятий, получается, что почти 50 тысяч занятых сегодня у нас эффективно работают в развивающемся малом бизнесе. Малый бизнес сегодня произвел товаров и услуг почти на 70 миллиардов рублей. Другое дело, что имеющиеся формы налогообложения, которые они избирают, они не являются для бюджета слишком выгодными для нас, но в то же время сохраняют большое количество рабочих мест, чему мы еще, наверное, больше рады. Потому что этот бизнес развивается. И очень интересно, вот с этими цифрами, коррелируют цифры, которые недавние коллеги МВД по Орловской области были озвучены нашими коллегами полицейскими. У нас произошло достаточно существенное снижение преступности. То есть общая преступность больше 20%, преступность, связанная с угрозами жизни, здоровью граждан, тоже более чем на 24%. А с чем вы это связываете? С хорошей работой силовиков, с профилактикой или с кем-то еще причем? Безусловно, здесь комплекс, абсолютно с вами согласен, комплекс совместной деятельности. Силовики занимаются своей работой профессиональной, в том числе и профилактикой. А все уровни власти занимаются тем, что удерживают на низком уровне безработицу в Орловской области. И много сделано для преодоления неформальной занятости. Здесь прямая зависимость. Там, где имеются рабочие места, где люди работают, преступность, как правило, не растет. Вот у нас очень заметна корреляция между снижением неформальной занятости, общей безработицы и снижением преступности. Что нас не может, и, как я уверен, у каждого из жителей Орловской области, такие показатели, безусловно, должны радовать. Понятно, что не все удается. Понятно, что и преступность сохраняется, и не все находят себе работу. Но статистика говорит, что безработных у нас стало на 6% меньше по отношению к 2015 году. То есть работа здесь ведется, и я уверен, мы постараемся удержать эти показатели и в текущем году. Александр Юрьевич, что касается инвесторов, не секрет, что все регионы конкурируют за то, чтобы бизнес работал именно у них. Какая работа проводится в Орловском регионе, пожалуйста, напомните. И какой уровень инвестиций удалось привлечь в 2016 году, и какие задачи на год текущий. Мы уже частично на этот вопрос постарались ответить с вами. В первую очередь инвестиции в развитие производства сегодня делают предприятия, уже работающие эффективно у нас в области. Это касается и предприятий промышленности. Вот 10 ведущих предприятий сегодня готовы вложить в 2017 году более 7 миллиардов рублей в развитие собственной производственной базы. Это касается и предприятий сельского хозяйства, и перерабатывающей промышленности. Это эффективно развивается. И предприятия Знаменского СГЦ возрождаются, и предприятия, принадлежащие холдингу Черкизовский. Вы помните, беда случилась на этих предприятиях, когда десятки тысяч голов свиней вынуждены были ликвидировать зараженные африканской чумой свиней. Сегодня предприятие провело все необходимые мероприятия и возвращается в Орловскую область. Вместе с этими предприятиями, которые уже зарекомендовали и успешно работают в Орловской области, рассматриваются вопросы широкого круга предприятий. Губернатор недавно и на правительстве об этом говорил, и на встрече с руководством промышленных предприятий. Это речь идет о привлечении европейского капитала, европейских предприятий. Пока не хотел бы раскрывать все детали, но это большой инвестиционный проект, исчисляющийся в сотни миллионов евро. Я уверен, что в ближайшие дни мы увидим официальные шаги, которые губернатор вместе с иностранными инвесторами сделает. И тогда мы сможем более подробно, думаю, он сам более подробно расскажет об этом крупном инвестиционном проекте. Постараемся его начать воплощать уже в 2017 году. В целом 54 миллиарда в основной капитал – это хороший показатель. Уверен, что новые предприятия также будут заходить к нам. Но вместе с новыми нам нужно в первую очередь поддерживать те предприятия, которые себя уже хорошо зарекомендовали. Как хорошие предприятия, выпускающие продукцию, как хорошие партнеры в развитии социальной сферы нашей области. Наш губернатор неоднократно говорил о том, что в сфере развития бизнеса, привлечения инвестиций должны работать и главы районов. В сентябре в некоторых муниципальных образованиях прошли выборы. Насколько показали себя, зарекомендовать себя успели, может быть, уже новые главы районов? Действительно, в ряде муниципальных образований у нас прошли очень большие выборы на территории области. 41% всех мандатов, которые разыгрывались в Центральном федеральном округе, пришлись на Орловскую область. Это речь идет и о новом составе законодательного органа, областного совета народных депутатов. Речь идет об избрании практически только в двух муниципальных образованиях мы не избирали глав. Многие подтвердили главы свое лидирующее положение в этих муниципальных образованиях, но и пришли новые. Пока я бы не хотел активно говорить о тех, кто пришел, потому что вот только исполнилось 100 дней с момента их избрания. Это еще, наверное, не совсем справедливо было бы выставлять какие-то оценки. Стремление есть? Проведение многих-многих мероприятий, о чем мы часто не рассказываем публике, но от этой работы также очень много зависит благополучие наших людей. Мы продолжаем, буквально на этой неделе мы продолжим работу с главами муниципальных образований. Уверен, что люди не ошиблись, и там, где выбраны новые главы, они будут работать так же эффективно, как и люди, которые работали до них. Потому что у нас ушли люди не будомуждая, они плохо работали по разным обстоятельствам. Нашли себе другое место, ушли на заслуженный отдых и так далее. То есть по разной обстоятельствам были. Александр Юрьевич, вопрос по социальной сфере. В регионе было много сделано в этом направлении. Открывались детские сады, школы, ювелирная программа нам в этом помогла. Но федеральное руководство ставит задачу ликвидировать вторую смену. Аналогичные задачи нам ставит и губернатор. Что будет конкретно сделано для того, чтобы вторая смена ушла в прошлое, а количество ученических мест было увеличено? У нас сегодня практически, мы знаем везде, где требуется или новое строительство, или реконструкция, практически планы на 2017 год сверстаны. Сегодня идет модернизация федеральных нормативно-правых актов в этом направлении. Если мы помним, первое предложение это было предоставить субъектам 50 миллиардов рублей на решение проблем ликвидации второй треки смены. Но представлялись не денежные средства, а представлялись по существу гарантии. Механизм выглядел таким образом, что субъект вначале должен был вложить собственные средства. Потом ему федеральный бюджет должен был их компенсировать, но не на прямую компенсацию, а на то, чтобы полученные средства он мог вложить в следующий объект. Вот сегодня это для нас, для небольшого бюджета, если речь идет о том, что сегодня одно ученическое место стоит, ну, то есть школа на тысячу человек, миллиард рублей, да, то есть 100 тысяч рублей, одно ученическое от 80 до 100 тысяч рублей. Для нас это очень тяжелые условия. Вот буквально на днях завершились обсуждения в федеральном правительстве, немножко упростили вхождение в эти программы, в том числе и для субъектов, таких как являемся мы. Думаю, нам будет попроще. Но даже в этих условиях мы совершенно точно эту работу будем проводить. У нас, как мы продолжали строить детские сады, так и будем строить. Губернатор говорит и о социальной ответственности строителей. Несмотря на все сложности рынка, все-таки более 350 тысяч квадратных метров жилья мы построили в этом году. Это меньше, чем в прошлом году. К сожалению, меньше, но в условиях, в которых сегодня находятся строители, это очень неплохой показатель. И здесь мы будем говорить о комплексной застройке территории. Но вот характерным примером является, буквально сегодня мы с губернатором обсуждали вопрос о расширении помещений для Ливенской гимназии номер один. То есть там ребята оказались в тяжелых условиях. Нашли компанию, которая готова вложить свои средства с тем, чтобы мы в течение трех лет, где-то около двух лет будет само строительство. И еще год после завершения строительства мы будем рассчитываться за произведенные работы. То есть новый корпус у школы появится? Да, появится новый корпус. Я думаю, что он появится уже в следующем году. На 200 миллионов рублей тремя траншами мы готовы будем вложить своих средств. Будут строиться и новые плоскостные сооружения для школ. То есть там, где требуются футбольные поля. Вот опять-таки свежий пример. Буквально сегодня мы обсуждали. Речь идет о строительстве в Ливнах, в частности. Там тренировочного футбольного поля 60 на 80. То есть выбрана площадка. Отмежевана земля. 8,5 миллионов средств. Я думаю, что в этом году мы ее отдадим. Уже пусть дети играют. Думаю, что, не думаю, я знаю, что все подробные планы мы готовы вам рассказывать. Я думаю, не хочу отбирать темы у своих коллег, которые за это отвечают непосредственно. То есть они вам расскажут о конкретных районах, где и какие работы мы предполагаем в развитии системы образования Росковского. Александр Юрьевич, на минувшей неделе вы встречались с представителями руководства МЖД. Какие вопросы вы обсуждали, о чем договорились? Мы регулярно общаемся с руководством РАОЖД. Это наши партнеры. Российские железные дороги – это очень серьезная общефедеральная компания, которая такой нервы всей российской экономики. Мы обсуждаем разные вопросы, связанные с транспортным обслуживанием, железнодорожным транспортным обслуживанием нашего населения, заменой маршрутов и так далее. Но в числе, кстати, пересмотра ряда маршрутов, которые мы также обсуждали в этот день, мы обсудили и вопросы передачи нам двух объектов недвижимости. В первую очередь речь идет о передаче нам ДК «Железнодорожник» и передаче нам комплекса железнодорожной больницы. Для каких целей железнодорожная больница будет приобретена? Этот вопрос достаточно пока открыто стоит, поскольку, с одной стороны, у нашего департамента здравоохранения есть свои предложения, есть также потребность судебного департамента Орловской области в развитии помещений. Я думаю, что это не сегодняшнего дня вопрос. Там предстоит по ДК «ЖД» решить еще ряд вопросов организационного характера, связанные с выведением из этого имущественного комплекса охранного помещения. То есть там была бомба убежища в свое время, которая до сих пор числится как объект гражданской обороны. Поэтому там будут некоторые проблемы. Не то, что проблемы, там все понятно, что делать, но потребуется некоторое время. И там, и там есть, но по ДК «ЖД» совсем понятно, что по железнодорожной больнице чуть-чуть более сложные вопросы, но они тоже в стадии решения. Сегодня, я понимаю, большинство людей интересует, что будет с ДК «ЖД». Если говорить об этом здании, то я уверен, что в ближайшее время мы постараемся, чтобы наши филармонические коллективы начали в нем работать. При этом мы сохраняем всю ту нагрузку, которую сегодня эффективно несет это здание для жителей нашего города. Кружки, многочисленные секции сохранятся. Конечно. То есть все, что там работает, мы на этих условиях и договариваемся с РАО «ЖД», все должно работать. Думаю, что мы только можем добавить туда какую-то нагрузку с тем, чтобы она максимально эффективно использовалась, это здание. Перейдем к теме капремонта. Почти 70 тысяч домов отремонтировано в Российской Федерации. Такие данные приводит глава Министра Михаил Мень. Как оцениваете работу программы в Орловском регионе? Какие задачи на этот год предстоит выполнять? Орловский регион в отношении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также по переселению граждан из аварийного жилищного фонда находятся в числе лидеров в стране. Традиционно Михаил Александрович Мень, руководство фонда содействия реформирования ЖКХ, кто является идеологами работы по капитальному ремонту и переселению граждан, ставит нас на высокие места и, в пример, другим субъектам. Это не успокаивает нас. Мы на лаврах отнюдь не собираемся почивать. В отношении работы нашего регионального оператора у нас есть некоторые, я не могу сказать претензии, но непонятно, куда ему можно развиваться. В течение 2016 года у нас завершился капитальный ремонт на 84 объектах, то есть на ряде из них завершился капитальный ремонт, на некоторых завершился ремонт или замена лифтового оборудования. Мы потратили порядка 220 миллиардов рублей. В следующем, вот уже в текущем году, неправильно сказать, мы планируем собрать уже значительные суммы средств, то есть фонд заработал напольную мощность, порядка 775 миллиардов рублей может быть собрано, и примерно 154 многоквартирных дома в рамках программы капитального ремонта общего имущества будет отремонтировать в течение 2017 года. То же самое, большинство из них пройдет комплексный капитальный ремонт, но на некоторых из них будет, по-моему, около 50 домов получат новое лифтовое оборудование. То, что средства в полном объеме собранные не были в течение 2016 года израсходованы, но в первую очередь это обстоятельство, а также общий анализ работы фонда послужило тому, что губернатор дал четкие двусмысленные поручения, что тарифы на капитальный ремонт в течение 2017 года менять не будут. Мы остались на уровне 2016 года, и нам нужно еще научиться пользоваться этими деньгами в полном объеме, с тем, чтобы эффективно проводить необходимые работы по капитальному ремонту. Но в целом у вас оценка положительная. В целом у вас оценка положительная, да. И спасибо вам большое за сегодняшний бесед. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok